Всем привет! Вышла я из подъезда, и смотрите, сразу меня встретила улица. Вот такой красотой! Маленький кустик черемухи цветет прямо у подъезда. Тут рядом сирень, но она еще, естественно, не зацветает. А черемуха уже... Ой, какая красивая! Я иду в пятерочку, надо Бася молочко. Ну и кое-что закончилось. Перчаточки уже в руках держу. Так как сегодня не надо мусор выносить, я решила с камерой. Давайте вам модность свою покажу. Выгуливаю я сегодня вот эту сумку от Эйвен. Даже намордничек по теме... Ой, сумка моя падает. Намордничек по теме одела. Видите, как бы... К общему виду подходит. Очень красиво сейчас цветут тюльпаны. Сейчас один двор будем проходить с вами. Я вам покажу, какие там красивые тюльпаны вообще. Люди молодцы, кто вот сажает цветы, кто их любит и разводит именно сорта. Вот поэтому у нас тут есть один очень красивый двор. Хотела бы во время солнца выйти из дома. Но у меня режим стал такой. Я железно каждый день ложусь спать. Тихий час. Прямо как младенец первое. Хотите, я вам макияж покажу? Там закат. Не знаю, видно или нет. Это палетка Провокатив. Релоутед. Давайте вот так. И помада, я вам говорила, от Smashbox. Она не отпечатывается во всем маске. Так, прячемся обратно. Маску первый раз одела, поэтому я ее пока трогаю. Только из подъезда еще вышла. До чего не дотрагивалась. Даже в подъезде. Сейчас я разверну камеру и покажу вам цветы. Вот, девочки, смотрите, какая красота. И все лето у них будет одно сменять другое. Так, попробую чуть-чуть увеличить. Действительно видно, что сорта разные. Мега красивые. Сейчас вечера, они уже закрываются. Ну, видно. Сказочно, правда? Молодцы. Так, ну что ж, идем с вами. Пятерочка, тут все очень близко у нас. Девочки говорят, надоели уже немножко. Косметические, давай влоги. Нечего, снимайте. Как я убираюсь, но не хочется. Мне, правда, не хочется вот все время каждый ящик с камеры прыгать. Я сейчас продолжаю по ящику разбирать. Многое выношу на помойку, что-то отдаю. Но в целом я пока еще все разгребаю, мою. А это такой бесконечный процесс. Сейчас, когда домываешь шестой угол, можно с первого начинать уже. Так, ну что ж, у нас пятерочка уже перед нами. И надо перчатки натягивать. Давайте я вам покажу сегодняшний мой вкусный обед. Муж изготовил плов. Очень вкусный. Прямо давно плов не делали с курицей. И порезали овощи. Очень люблю я вот такой салатик. Именно с майонезом. Конечно, я ем обычно со сметаной. Но сегодня вот прямо очень захотелось. Помидорки, огурчики, свежая зелень. Именно молодая зелень. Не покупная, а с огорода. Вообще очень вкусно. Сижу, прям наслаждаюсь. И какао Несквик. Я даже салфетки не стала декорировать. Тут как-то украшать интерьер стола. Решила вот просто вам показать. И все, кто если кушает, тоже вам приятного аппетита. Сегодня у нас такой королевский буквально. Завтрак, обед. Через тире у нас получилось между завтраком и обедом. Девочки, вы представляете? У Баськи теперь однокомнатная квартира. Правда, Люська его все равно иногда шугает. Но здесь ему легче отражать атаку и выбегать. Чем в домике, который мы ему приобрели. То есть он в домике-то спит в кошачьем. Но дело в том, что там, если Люська его в окошко бьет, ему некуда деваться, и он там страдает. А тут Максимкину палатку мы тут достали из запасов. Она у нас за диваном была убрана. Поставила я. Думаю, ну вдруг на самоизоляции кошки как-то поразвлекаются. И вот вам, пожалуйста. Прямо однокомнатная квартира. Бася счастлив. Он там полностью умещается, полностью заваливается. Расскажи, как самочувствие. Домик страшный весь уже разобранный. Максу был годик, когда мы его приобрели. Когда-то он много игр выдержал. Ну тут можно ее вот так цеплять за эти. Но когда закрыта вот эта вот дверка у палатки, Люська обижает его. А так не трогает. Он спит. И места ему там достаточно. Ну в общем, у нас Басик теперь спит вот в такой палатке смешной. А Люська он в кресле в том. Ну как кресло. Пляжный стул, который они не отдают. И наш толстопозик Басенька теперь спит в собственной квартирке. Ему никакая Люська тут не страшна. Да, Басюня? Да. Вот мы как спим. Вот. Все видали, как мы спим? Жизнь наша прекрасна. Да? Расскажи, Басюня. Какая у тебя жизнь-то? Прекрасная? Да. Жизнь прекрасна. Удобна. И лапы есть куда раскинуть. И вентилятор у бабушки тут работает недалеко. В общем, жизнь удалась. Да, Басюничка? Ладно, отдыхай, солнышко. Отгадайте, с пяти попыток, что это? Это мы ждем почтальонку. Потому что почтальонка это единственный человек, который проходит в квартиру. Но она контактирует со всеми пожилыми, по сути, по полгорода обходит. И придется вот так ее встречать. То есть я ей перекрыла вход. Откроет дверь, и ей придется вот здесь выдать деньги. У нас мама в зоне риска. Она диабетик с высоким сахаром, плюс астматик. И ей категорически нельзя общаться ни с кем. Тем более с теми, кто тоже контактирует с большим количеством людей. Поэтому приходится вот такие меры предосторожности. Очень выгодно кошачий вот этот домик оказался. Я постелила пакетик, поэтому пенсию будем выдавать нам вот в таких вот прикольных условиях. Ну, а что делать сейчас? Ситуация такая, время непростое. Режим самоизоляции у некоторых проходит очень даже неплохо. Бока меняют регулярно. Лапки вытягивают во все стороны. Хвостом показывают свои желания и планы. Лесенька. А да. Как жизнь-то протекает? Все ли прекрасно у тебя? Расскажи, все ли хорошо. Как твоя кошачья жизнь? Как твои будни? Скучно, скажи. Баську гонять не дают. Оказывают. Вообще жизнь скучная, нудная, неинтересная. Целыми днями орет на окне. На улицу просится. Да, Люсенька? Просится на улицу. Никто не пускает. Говорят, намордника нет. Бахил нет. Трусов нет. И кругом котовирусы. Поэтому Люська сидит дома, бедняга. Котовирусы замочили. Да? Да, Люся? А что делать? Все вот лежит теперь. На самоизоляции. Еще раз всем привет. Это, наверное, будет середина влога. Но я сегодня собираюсь пойти далеко от дома, в центр города. Мы месяц назад с вами ходили в аптеку. Раз в месяц я хожу туда. Маме лекарства покупаю. Только там продаются некоторые нужные ей лекарства. А мы закупаемся раз в месяц на месяц. Поэтому я сегодня туда пойду. Там рядом фикс прайс. Мне туда тоже надо будет зайти. Потому что много чего для дома закончилось. Те животные диски, там салфетки, пакеты для хозяйственных нужд. Какие-то вещи. Ну, бытовая химия. Поэтому надо будет туда зайти. Я не была в фикс прайсе около трех месяцев. Впереди там будет еще улыбка радуги. Но не знаю, зайду я или нет. Разве что только глянуть одним глазом на палеточку ламель. Ну и в отношении одного глаза. Мне кажется, вот этот накрашен лучше. Давайте я вам его и покажу. Это вторая палетка Reloaded. Мне же две подарила Наташа. Вчера я макияж выставляла в инстаграм. Красный такой. Позавчера тоже был в инстаграм красный. Но там яичко было от Revolution. А вчера красным был именно вот провокатив. А сегодня гипнотик. Давайте так поближе покажу. Как получилось. Я не делала никакие стрелки. Чуть-чуть оттянила именно вот этим вот угольно-черным стрелочку. Тенью. Именно тенью. Никаких больше не добавляла. Помаду я сейчас буду менять. У меня сейчас от Faberlic. Она отпечатывается. Поменяю на Smashbox, которую я ношу под масками. И пойду далеко в маске и в перчаточках. Защищаемся. Потому что заболеваний больше. Все больше, больше, больше становится. Город крошечный у нас. И как бы мы тут все в одном соку варимся. Все люди, мало кто соблюдает изоляцию. Да и трудно в нашем городе вообще назвать это изоляцией. Потому что практически все на улице. Поэтому надо защищаться. Сейчас попью чайку и в путь. Так что оставайтесь со мной. Возможно увидим полки магазина. Какая красота. Смотрите, какая красота. Остановись в мгновение. Я буду на тобой наблюдать и любоваться. Правда, это прекрасно. Впечатлю красоту. Посмотрите, яблонька цветет. Какая она красавица. Ветер с ног сшивает. Ну какая красота. Еще не все цветы распустились. Они такие прекрасные. Вот это розовый цвет. Какой красивый. Когда уже открыты цветочки, они не так красивы. Но пока они в бутонах, они прекрасны. Я сегодня решила остановить все мгновение красоты. Вот, смотрите. Давайте наслаждаться. Даже не обращайте внимания, что ветер гудит. Все равно будем смотреть. Сегодня прекрасно. Смотрите. Там где-то солнышко. Целый сад. Красивый-красивый сад. Ой, разве это не прелесть? Надо вот так сфотографировать. Правда? Девочки. Одним глазочком магнит-косметик пошла глянуть. Надела на мордочек масочку. И идем смотреть. Так, еще надо перчаточки натянуть. Ну что, меры соблюли. Пошли. Ох, то, что мне надо. Сразу берем краску. Давайте вот этот молочный. Какой, блядь, молочный или шоколад? Шоколадку возьмем. 535. Здесь морозный шоколад. Морозный очень темный. Давайте я вот этот все-таки возьму. Так. Хотела я бивен с собой посмотреть. Сейчас мы туда и сходим. Тестера должно не быть. Тестера сейчас нельзя использовать. Так, у Вивелина. Вот у Вивелина на вилочке нету. Бордовенькой такой палеточки. А мне хотелось ее потестировать. Ну как потестировать? Посмотреть хотя бы. Вот так внешне. Так, Вивелин с собой. Но новинок я не вижу. Вот видите, как здорово сделали. Тестеры все закрыты. Чтобы никто не нарушал. На магазин посмотрите. Ну я быстренько пропеку сеть. Я сильно задерживаться не буду нигде. Третий товар за 1 рубль. Я все в улыбку хотела сегодня забежать. Тоже видите, все без тестеров. Классно. У Бьюти Бомб-плумяшки. Что-то новенькое. Тоже видите, новиночки. Даже пудраю в Бьюти Бомб-плумяшке есть. Как минимум два оттенка. Какая красота. Здравствуйте. Да не, я смотрю. Какая красота. У вас 15-го скидка-то была? Так и помадки. 329. А издалека в тестер тоже не видно, да? Нельзя посмотреть. У нас тестеры все убраны. Хотя бы цвет помады никак не увидеть, да? Никак пока. Пока-никак. Пока-никак. Интересно. Соблазн велик. Ну, вообще, вот такие спокойные тени, скорее всего, носительные помадки будут. Слазно? По крайней мере, вы видели. А может быть, это вот. Так. Насываем. И второе носим. Вот, подождем. Ой, засыпилась. Не знаю, получится ли поснимать там внутри. Ну, я пойду улыбочку ссорю. Сейчас смотрю, что тут есть интересное. Красиво. Здравствуйте. Много красных ценников на Катрис. Вы снимаете? Скажите, пожалуйста. Да. Что снимаете? Ну, скидки. А-а-а. Чтоб дома выбрать. Отломали ли есть эти палеточки. 1017. Но НАТО будет ждать 15-го числа. Дорого. За 1000 дорого. Но есть. От любимых и близких. Описать их еще приятнее. Мы всегда помним у своих покупателей. И с радостью сообщаем вам только свежие и хорошие новости. У нас индивидуально. И двухая рябина. Вот она. Новиночка 873. Есть. Это в улыбке радуги. Получается, есть. Новиночки желанные. В общем, получается, 15-го числа надо заходить. И смотреть. Что-то я попала в фикс прайс. Надо что-то взять в фикс прайс. Самое выгодное. Сломит бы, что мне здесь надо. Мне нужны салфетки. Салфетки антибактериальные. Надо найти. Я за время сидения дома настолько физически, видимо, отвыкла ходить. Ну, дома даже, если физические упражнения какие-то делаешь, это капля в море не сравнится с расстояниями. Вот когда ходишь долго на большие расстояния. Иду, спину стреляет. Куда-то на бок меня костит. Впереди последний магазин. Я уже иду в сторону дома. Вот в зоомагазин надо зайти и корм кошкам купить. Здесь выбор для стерилизованных очень большой. Поэтому закуплюсь. В фикс прайсе закупилась. Где-то на тысячу. Но дома уже все покажу отдельным роликом. В этом ролике только покажу нашу встречу с прекрасным. Это природа и полки магазина. Вот видите, какой здесь выбор огромный. Чего только нет. Хотя сегодня намного меньше, чем обычно. Так что сейчас что-нибудь купим. О, пошли как наши. Покруче немножко. Ой, даже, смотрите, животных всех убрали. Никого нет. Изоляция даже у животных. Круто. Ой, мы долго топтаться не будем. Пойдемте, я куплю уже корм. И бегом домой. Уже сильно. Как бы ни начиналось мое путешествие, финал всегда одинаковый. Ровно у Дикси я назначила свидание своему супругу любимому. И вот свидание прошло, как видите, успешно. Так что дома покажу, что мы добыли в Дикси. Кустяшек нахватал, я уже голодная иду. Конфетки-то я все выгребала. В этой сумке у меня конфет не было. Да сейчас я уже снимала тимпанчики. Только в другом дворе. Тоже видите, какая красота такая. Сейчас покажу поближе. Тут тоскость. Это я все снимала по дороге. Вот видите, муж тоже наслаждается прекрасно. Ну ладно, встретимся уже дома. Давайте вот на этой красивой ноте я закончу. Давайте в конце влога покажу вам, что мы купили. Уже овощи, фрукты я покидала. Яблоки какие-то голден. Очень вкусненькие такие, симпатичненькие. Не смогли мимо пройти. Это из фруктов. Три бананчика взяли. Это свекла. Свекла, морковь, сахарный песок. Так, что-то было еще. Мандарины. Мандарины были плохие, что-то в магазине. Поэтому вот несколько штук буквально нашли. Кошки у меня по 10 штучек ежедневно получают. Люся прямо выпрашивает каждый раз этот корм. Но он, наверное, для стерилизованных не подходит. Но такая вот вкусняшка, лакомство их нет. Для души белый хлебушек. Я вам говорила с утра. Очень вкусно на него колбаску, либо сосисочку. И сверху сыр по-шихонски, либо любой другой. И в микроволновку. Это так вкусно. Колбаска была в Дикси на скидках. Какая-то молочная. Поэтому я ее взяла, потому что она была на скидках. Так, у меня мама любит вот эти. Доктор Корнер. Клюквенные. Разные хлебцы. Две штуки взяла. Но мы их постоянно покупаем. Разные. Масло было хорошее по скидке. Мы часто берем именно такое сливочное масло. Здесь большой. 450 грамм объем большой. И очень выгодная цена. 250 рублей стоила. Также постоянно. Постоянные покупки. Это молоко. 3,2. Кефир. В этот раз бифидок взяли. Сгущенку взяли большую. Сгущенка что-то у нас активно пошла. И кофе любим со сгущенкой. Но не все. У меня муж очень любит кофе со сгущенкой. Как он только откроет, мы ему сразу помогаем. Быстро банка опять пустая. Что-то она прям какая-то кривая. Эта бутылка еле стоит бедная. На боку. Так, сметану в этот раз изменили. Мы простоквашина взяли 15%. Брест, Литовск. Но это тоже неплохая. Нравится. Берем. Так, из молочки творог рассыпчатый 5%. Далее. Много взяла разных банок на скидки. У пиканты была хорошая скидка на кабачковую икру. Я их взяла 2 штучки. Я их сама, кстати, люблю. Вот икру. Фасоль была по-монастырски с овощами. Тоже на скидках. Цену не помню. Также взяла помидорчики. Леча. На кассе. Все время, чтобы кассирам было в плюс. У них то, что там по скидкам идет. Именно на кассе товар. Им идет каким-то бонусом. Чем больше они продадут, тем лучше. Взяла кильку в этот раз. Так, что еще? Именно в дексе мюсли с тропическими фруктами запеченные. Не пробовала такие. Не помню, по крайней мере. Из сладостей чокопай с вишенкой. Впервые. Мне кажется, я не пробовала тоже. Тоже на скидках увидела вот такой вот окульчев без пальмового масла. Купелька с малиной. В общем, не пробовала. Мне сегодня на такие вкусняки потянуло. Так, что еще? Еще один окульчев тоже был один плюс один. Венские вафли с земляникой. Ключевое слово, как вы понимаете, земляника взяла. Не знаю, с кем я поделюсь. Возможно, все слопаю сама. Ну и последнее то, что я набрала в зоомагазин. Мы с вами еще заходили. Не знаю, что за еду я нахватала кошкам. Я вам говорила. Просто нахватала абсолютно разных. Для стерилизованных из Дарси уже такие брала. Я им как-то... Вот Дарси-то я набрала много. Говядина получается, курица. Да, Дарси, 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 Дарси. Говядина, курица, Дарси. И на пробу получается, вот видите, разные какие-то взяла. Вкусный кролик, ночной охотник, мясо в желе. А лосось, судак, тунец. Ну, вот такие. Все показала. Давайте на этом я закончу мой такой влог прогулочный. Если кто-то смотрел сначала до конца, пишите интересно. Выдержали ли вы и скучные моменты, и более интересные. Что больше интересно, где природа или где полки магазина. Потому что теперь полки магазина это почти экскурсия. Я буду с вами прощаться. Пошла пить таблетки. Очень спину прострелила, пока шла. Всем хорошего настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok